здравствуйте друзья сегодня вам покажу как я буду ремонтировать восстанавливать как подарить новую жизнь часам минерва хронограф вот в таком исполнении то есть карманному корпусу были добавлены уши изготовлен новый циферблат моя задача помыть механизм перечистить собрать смазать откалибровать точность хода и собрать корпус корпус был подрезан в принципе сегодня займемся этим механизмом что поехали итак для начала надо снять стрелки снимаем секундную стрелку секундомера плотненько откладываем минутную часовую секундную именно механизма стрелку индикатор минут хронографа теперь снимаем циферблат циферблат крепится двумя винтами боковыми вот он один если вам видно и вот второй неудобно доставать снимаем циферблат он нам не нужен будет потому что будет устанавливаться новый видимо эта часть ножки загнута очень очень долго снимается все делаем устанавливаю заводной вал на место чтобы вытащил кто-то крепим я сразу начинаю разборку и складываю все детали механизма специальную мойку снимаем часовое колесо с пружинкой и минутный трип пока эту часть я не трогаю займусь и чуть позже как вы видите механизм давно не был ремонте что масло загустело и баланс практически не вращается и еще поломка видите с ровно этот стопор эту пружинку нам будет подрихтовать начинаем разборку откручиваем винт некоторые винты я буду большие сразу складывать мойку некоторые винты из пружинок буду вместе с пружинками так как их желательно не перепутать разбираем баланс открутив винтик проверяем баланс в идеальнейшем состоянии как я говорю в каждом видео перед мойкой я оси прохожу абразивом дабы снять более жесткую грязь это можно складывать мойку здесь откручиваем два винта и снимаем накладной камень потому что там тоже бывает не только бывает а есть и грязь и старое масло это все отправляется пока в бензин для того чтобы помыть щеткой это можно отправить сразу мойку так данных часах желательно спустить пружину пружина спустить надо зафиксировать собачку и потихоньку опускаю вал заводной головкой и освобождая пружину все прекрасно продолжаем разборку откручиваем анкерную вилку откручивается два винта и снимается мост видите здесь вообще легко но только как вы видите вилка осталась прилипшая к мосту очень аккуратно надо распирать эти часы это все отправляется в бензин чтобы щеткой убрать все загрязнения а потом раствор продолжаем теперь я освобождаю или рычаги или колеса нам надо освободить вот этот рычаг который сбрасывает открутив вот эту пружинку откручивать надо очень аккуратно потому что она натянутом состоянии и снимаем и откладываем вместе с винтом чтобы не перепутать теперь этот рычаг можно освободить и снять эти рычаги можно помыть в бензине можно помыть в растворе откручиваем мост который держит секундное колесо и минутное колесо секундомера как вы видите здесь очень длинный винт снизу потеваем есть специальные места куда надо ставить отвертку и приподнять мост превосходно так как часы давно не были в ремонте обязательно надо все пройтись щеткой вот вы видите я достаю колесо и на нем грязь прям куски грязи сейчас я увеличу это какая грязь это все надо убрать продолжаем разборку я снимаю эту согнутую пружинку с ней надо работать очень аккуратно она стальная окаленная и может сломаться также сам откладываем ее отдельно вместе с винтом чтобы не перепутать винты продолжаем разборку теперь снимаю колесо который передает на секундную откручивается винт фиксирующий его ни с чем не перепутать потому что он такой один большой большой шляпкой тут у нас стоит пружинка я можно отвести и приподнять рычаг это отправляется тоже бензин в мойку продолжаем разборку теперь мне надо снять пружину фиксирующую этот рычаг снимать надо очень аккуратно потому что может отстрелить и улететь также складываем все вместе с винтами снимаю вторую пружинку которая держит этот рычаг теперь это все можно поснимать этот большой рычаг крепится еще и винтом дальше откручиваем колесо и эту пружинку это все отправляется мойку и так для дальнейшей работы вообще жестко жестко как вы видите вообще не крутится а если чуть-чуть как на бензина механизм сразу заработает продолжаем разборку это крепежные винты механизма я сейчас уберу снимается мозг где находится барабан коронное колесо и заводное колесо это справляется он очень аккуратно Как вы видите здесь пружинка собачки в открытом состоянии. Её надо аккуратно снять, потому что может улететь. И снимаем саму фиксирующую собачку. Как вы видите, это отверстие чисто, я вытащил винт, а это отверстие забито резьбой, сломанный винт. Надо постараться его выкрутить. Видите, здесь грязь. Её тоже надо удалять механической щёткой. Как вы помните, в некоторых видео я рассказываю, что эти винты могут быть разной длины. Нам надо посмотреть какой. Один, этот и этот винт разной длины. Но помимо этого они ещё разные по шляпкам. Этот с маленьким диаметром шляпки, этот чуть больше. И давайте проверим длину этого винта. Но этот явно длиннее. Три разных винта держат этот мост. Запомним или отложим их отдельно. Чтобы не перепутать. Снимаем мост. Придерживаем вал, иначе выпадет. Вот это всё точно так же отправляется в мойку бензин с щёткой. Дальнейшая разборка. Надо снять колесо. По помощи кусачек. Это очень-очень плотно одето колесо. Давайте я сниму, потом покажу. Как вы видите, колесо я снял. Это надо делать очень аккуратно и внимательно. Потому что очень сложно. Можно сломать вот эту ось. В принципе продолжаем разборку. Снимаем мост. Откручиваем винт на анкерном колесе. И отправляем всё сразу в мойку. Как видите, одну пружинку я не снял. Нет необходимости. Тут есть ещё один винт. Спрятанный. Хотя в принципе стоит один длинный. Поставили дополнительно ещё один. Потихонечку поднимаем и снимаем мост. Как вы видите, все колеса для того, что масло густое, старое, остались в камнях. Это надо всё аккуратно извлечь. На данном этапе разборка закончена. Сейчас я ещё разберу накладный камень с этой стороны. Эту часть я разбирать не буду, нет необходимости. Теперь часы пройдутся щёткой с бензином и отправятся в мойку. В дальнейшем будет сборка. Итак, продолжим. Как вы видите, весь механизм уже находится на столе после мойки. И начинаем собирать механизм. Пока за кадром я покажу, что я выкрутил винт. Остаток. Подобрал новый. Приступаем к сборке. Так, начинаем сборку с установки колёс. Это я пока уберу, отложу отдельно. Устанавливаем секундное колесо. Вот вы его видите. Промежуточное. И центральное. Накрываем всё настом. Я придерживаю пальцем, потому что я чувствую, когда оно защелкнётся, а когда нет. Итак, если вы помните, здесь стоял один маленький скрытый винтик. И здесь ставим два стандартных винта. Сборку часов с дополнительным механизмом хронографа. Я сначала собираю полностью все колёса. Запускаю весь механизм. А потом ставлю уже дополнительные. Устанавливаем анкерное колесо. ИНТРИГУЮЩИЯ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для удобства установки заводных трубов... Продолжение следует... 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 Устанавливаем... Коронное колесо... Точно так же перед этим... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как вы помните... Здесь был сломан винт... Я подобрал другой... Устанавливаем его... Все отлично, прекрасно работает. Устанавливаем собачку и пружинку. Обязательно трущиеся места соединения надо смазывать. Устанавливаем собачку. Устанавливаем собачку. Возьмите собачку и пружины. Все прекрасно работаем. Смазываем камни, где установлены колеса. Продолжаем сборку, устанавливаем анкерную вилку. Смазываем камень, куда будет установлена вилка. Также на вилке мы смазываем палиты. Придерживаем мост и направляем ось вилки в камень. Придерживаем дальше, потому что может выскочить. Фиксируем винтами. Смазываем верхний камень. Проверяем, как оббивает вилка. Привосходно. Продолжаем сборку. Устанавливаем накладный камень баланса со стороны циферблата. Продолжаем сборку. Собираем мост баланса. Здесь у нас находится накладной камень. Регулятор. И два винтика. Продолжаем. Готово. Смазываем камень и закрепляем волосок баланса. И один план. Проверяем шутбил투. Все прекрасно, волосок сразу попал между штифтами. Устанавливаем баланс и запускаем механизм. Механизм заработал. Прекрасно. С этой стороны не забываем смазать переводные рычаги и фиксаторы. Это все должно быть смазано, иначе будет очень туго переводиться. Я сразу закреплю минутный трип. Потому что когда будет собран весь механизм с хроновороком, это будет тяжелее. И проверить. Минутник должен крутиться не очень долго, но туго. Если он будет расслаблен, то тогда механизм будет работать, а стрелки не будут показывать точно время. Итак, продолжаем сборку механизма. Устанавливаю бархатное колесо. И продолжаем сборку. В обратной последовательности, так как у нас была разборка. Здесь надо все обязательно смазывать. Сразу устанавливаем пружинку. Она находилась вот здесь. Готовинка. 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 Продолжение следует... Устанавливаем рычаг запуска сброса хронографа и крепим его винтом, смазывая точно так же его. Устанавливаем пружинку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Устанавливаем колеса секундомера, предварительно их смазав. Продолжение следует... 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 передача движения на секундное колесо. Теперь надо установить рычаг сброса, стопор. Обязательно не забываем смазывать. И устанавливаем пружинку фиксатор. Субтитры делал DimaTorzok. Как видите, не всегда благополучно ставится. Пружинка установлена и зафиксирована. Проверяем, как работает у нас пуск хронографа. Сброс, стоп, запуск, секундное колесо заработало, стоп и сброс. Хронограф работает, все прекрасно. Обязательно надо смазать все трущиеся элементы. И, как вы помните, у нас был нюанс с пружинкой. Сейчас попробуем ее слегка отрихтовать. Это, конечно, очень тяжело. Она гнилая и очень хрупкая. Субтитры делал DimaTorzok. В принципе, она стоит там, где должна. Смазываем. В принципе, сборка механизма закончена. Теперь мне остается основная задача. Это укоротить заводной вал и поставить это все в корпус. Укорачиванием я займусь за кадром. Это неинтересно. Будет нарезаться резьба и уменьшаться длина вала. Я покажу вам дальнейшее, что будет с механизмом и часами. Итак, продолжим. Вал был установлен, укорочен. Непростая эта процедура. Потому что ошибиться можно и тогда уже ничего не вернуть. Так, в принципе, все. Вал переводит, заводит. Самое главное здесь, чтобы работала кнопка. Кнопка работает превосходно. Не запирает ни где. Все отлично. Есть нюансы в этом механизме. Закрепить механизм в корпус надо снять вот эту пружинку. Потому что винт крепежный находится под ней. Продолжаем сборку. Устанавливаю часовое колесо. И устанавливаем новый циферблат. Потом будем устанавливать стрелочки. Циферблат установлен и закреплен. Продолжаем сборку. Устанавливаем часовую, минутную стрелку. Закреплю. Закрепляем. Вам нужен увезненный ключ. Устанавливаем контакт. Устанавливаем. Устанавливаем синяяя. Отлично. Это сделано. Прекрасно. Хотя стрелочки установлены, теперь устанавливаем секундную стрелку механизма. Устанавливаем минутную стрелку хронографа. Устанавливаем секундную стрелку хронографа. Она чуть-чуть у нас изогнута, ее надо подрихтовать. Проверяем. Часовая стрелочка не цепляется за маленькие. Превосходно. Проверяем работу секундомера. Нам надо дождаться, чтобы минутная стрелка перебросилась на одно деление. Смотрим. Сейчас на 12 будет произведен переброс этой стрелки. Прекрасно. Останавливаем секундомер. Сбрасываем. Превосходно. Закрываем верхний ободок со стеклом. В принципе все. Часы готовы. Великолепные часы. Минерва. Хронограф. В наручном исполнении. Спасибо за внимание. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Пока-пока. 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 Пока-пока.